Добрый вечер, у микрофона Юрий Пронко, это «Реальное время» на Финам.ФМ. Сегодня у меня в гостях человек, который не нуждается в специальном представлении, но все-таки я его представлю, известный российский экономист, президент компании... Экспертного консультирования. Экспертного консультирования. Михаил Хазин, ну вы уже услышали. Михаил, добрый вечер. Спасибо, что вы пришли. Ваши вопросы Михаилу Хазину направляйте на наш интернет-сайт финам.фм, где, кстати, идет прямая веб-трансляция. Вы не только нас слышите, но и видите. Видите московскую студию прямого эфира. И видят мою красную революционную рубашку. Абсолютно, вот. Да, вот эти вот камеры работают сейчас на прямую веб-трансляцию. Ну и, конечно, наш многоканальный телефон номер 6510996, код Москвы 495. Пользуйтесь этим часом. До конца часа мы будем работать с Михаилом Хазиным. Мы сегодня очень пафосно назвали тему программы. Если мы такие умные, почему мы такие бедные? Ну, вот вы знаете, Михаил, в традиции части, скажем так, российского народа обвинять всех вокруг своих бедок. Евреев, кавказцев, американцев, сейчас, может, греков туда же, да? Но не замечать себя любимых. Вот вы как расцениваете происходящее в нашей стране? Я так понимаю, модернизацию заболтали. Я, кстати, вообще не очень понимаю смысл фразы, если мы такие умные, почему мы такие бедные. А какое отношение вообще ум имеет к бедности? Это понятие вообще никак не связано. Нет, абсолютно. Дело в том, что ум — это возможность человека разобраться в каком-то вопросе. Вопросы могут быть разные. И ум, кстати, бывает разный. Бывает, например, русско-специализированный ум, когда человек очень тонко разбирается в чем-то, а во всем остальном представляет из себя человека такого весьма и весьма далекого от жизни. Я математик по образованию, и я очень много видел выдающихся математиков, которые за пределами своей области представляли из себя чрезвычайно удивительные существа, с которыми трудно было общаться, скажем прямо. Еще один пример — это шахматисты. Просто все знают, да? Очень многие шахматисты с точки зрения здравого смысла пребывают в специфическом состоянии. Вот один бывший шахматист тот предлагал вбрасывает на Москву бомбы, требовала от стран НАТО. Понимаете? Ну вот это вот как бы... Я считаю, что это... Ну я, с другой стороны, знаю массу примеров, к сожалению, не российских, хотя выходцев из России среди этой группы немало. Значит, когда ум капитализировался в деньги... Это не ум. Вы поймите. Еще раз повторяю. Есть люди умные, которые не умеют работать с деньгами, есть люди, которые умеют работать с деньгами и которые не очень умные с такой человеческой точки зрения. И, разумеется, эти две группы пересекаются. А... Дополняя друг друга? Значит, дополняя. Это не... Еще раз повторяю. Умение работать с деньгами, оно к уму не имеет отношения. Это разные человеческие качества. Ну что, банкиры все обидятся. Это их проблема. Что касается банкиров, то, опять-таки, ну, в силу обстоятельств, я немножко себе представляю, там, что такое банкиры наши. Я их много видел. Я могу сказать, что среди них есть очень много людей весьма и весьма ограниченных. Кто-то оказался... Ну, я надеюсь, что есть и весьма и весьма умные. Кто-то оказался в нужное время в нужном месте. Кто-то научился неким приемам, которые в стабильных условиях вполне себе там гарантируют нечто. Кто-то обладает выдающимися способностями в части видения людей. Я знал нескольких человек, которые, будучи весьма и весьма ограниченными, потрясающе понимали в людях. Вот этому можно верить, а вот этому нельзя. Это мне сейчас напоминает ту ситуацию, которая сейчас в Лондоне рассматривается, вы знаете, да? Вчера был забавный момент, ну, Березовский против Абрамовича. Процесс года, да? И вчера, значит, лондонский суд потратил полдня для того, чтобы понять, что есть крыша. То есть Абрамович открыто сказал, Березовский был крышей. Судья спрашивает, что значит крыша? То есть в британском понимании это нечто другое. Это мне вот просто напоминает ту ситуацию, что действительно в нужный момент, нужное время и нужное время. Березовский, он действительно умный человек. Это однозначно совершенно. И более того, у него ум носит, ну, такой ярко выраженный, я бы сказал, не столько криминальный, сколько такой, вот он все время выискивает какие-то хитроумные схемы. Он все время как бы вот... Бизнесовый такой взгляд? Это не обязательно бизнесовый. Он же до того, как заниматься бизнесом, еще там чем-то занимался. Вот. Ну, просто вот оказалось, что в 90-е годы он же деньги свои сделал не на уме. Он сделал на пронырливости и пролезании. Да, вот. А это пролезание, оно опять-таки к уму имеет слабое отношение. Ну, вот Роман Аркадьевич, собственно, вчера об этом и говорил. Вот. Почему Березовский стал крышей. Мне сложно сказать. Я в начале 90-х в этих процессах не участвовал. Я как бы стал в них более-менее разбираться в середине 90-х. И когда Березовский уже был очень весомой фигурой, поэтому я не видел, как он влез. Но я при этом знаю людей, некоторых, которые там с ним работали, которые с ним начинали. Ну, собственно, я знал и людей, которые с ним работали, когда он был в системе Академии наук. Просто в силу того, что ученый мир, он достаточно узок. И, в общем, все они говорили в один голос. Он рано или поздно доиграется. Вот просто однозначно совершенно. И этот момент настал. И этот момент настал, да. Я могу сказать уже как человек, как специалист по государственному управлению, почему его выгнали в начале 2000-х. Но дело даже не в том, что он постоянно хамил Путину. Ну, неважно, пускай ты приложил усилия к тому, чтобы назначить человека президентом. Хотя не только Березовский приложил к этому руку. Но дело в другом. А дело в том, что он, как мне объясняет, непрерывно объяснял Путин. Грубо говоря, звонил ему два раза в день и говорил, ты помнишь, кто тебя назначил? Ну, вот условно. А с точки зрения элиты, вот уже более-менее сложившейся, новой, российской, эти два человека, Березовский и Гусинский, ну, а потом еще Ходорковский, они отличались одним очень сильно вредным качеством. Они все время лезли поперек батьки. То есть они все время пытались объяснить, что вот им правила не писаны. Все должны следовать правилам, очень комфортным для этой... Михаил, вы меня вынуждаете задать вопрос. А батьке самому-то писаны законы? А кто такой батька? Ну, в данном случае мы имеем конкретную персону. Вы сказали, эти три персоны поперед батьке. Батька на тот момент был понятен. Нет, 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 нет. Батька в данном случае, это же пословица, под коллективным... Батька в данном случае выступала элита в целом. И, собственно, сам Путин... Не персиффицировал. Да. Сам Путин, когда тогда был президентом, он как раз и декларировал. Я пришел с тем, чтобы ввести правила. Ну, правила уже были, просто они... Которые бы все соблюдали. И он эти правила реально ввел. Написали эти правила при позднем Ельцине. Этим занимался там Юмашев, Волошин. Вот эти вот ребята сочиняли эти правила. А, соответственно, окончательно их институционализировал Путин. Ну, в первой... Закрепил. Закрепил, да. И вот в этой ситуации те, кто эти правила нарушал, они реально раскачивали лодку. Вот их и истребили. Михаил Хазин. Реальное время. Финам.фм. 651099.6. Финам.фм. Наши средства коммуникации. Сдавайте, Михаил, свои вопросы. Высказывайте свои мнения и соображения. Я почему об олигархах-то, да? Все-таки тема, связанная с бедностью. Я вот когда смотрю статистические данные, да, у меня волосы дыбом поднимаются. Какова доходность российского народонаселения, да? 14 тысяч. 15 тысяч. Да, да, да. Это же вообще. До 25 тысяч 75 процентов населения. Да. Ну и что? Это нормальное совершенно явление. Нормальное? Ну а как вы хотите? Бога побойтесь, как жить на такие деньги? Жить нельзя. А что вы хотите? У нас капитализм. Никто никому ничего не обещал. Как? А Батик постоянно на каждом углу говорит о том, что у него социально ориентированная политика. Это предвыборная компания. Еще раз повторяю. У нас капитализм. Никто никому ничего не... Обещал. Смотрите, у нас здравоохранение урезается, образование урезается. То, что делает там ЖКХ и все остальные, это как бы тоже. Тарифы растут. И хотя тут как бы было сказано, чтобы тарифы на электроэнергию не росли, да, они их остановили на какое-то время. Но зато сразу же остановили и инвестиционные программы. То есть просто остановили все. Все. Да. И, наконец, последнее, самое замечательное, это вот наша как бы опека и ювенальные технологии. Ну, смотрите, у нас как бы каждый чиновник, ответственности же нет перед обществом. И каждый чиновник рассматривает то, чем он занимается, как бизнес. Вот опека. Она смотрит все такие тетки и думает, блин, где бы денег заработать? Вот государство платит довольно большие деньги за каждого ребенка, который в детском доме. Значит, нужны дополнительные дети в детский дом. Ну, вот семья бедная. Сразу видно, на адвокатов денег не хватит. Сейчас мы сюда зайдем. У них там трое детей. Отлично. Чем больше детей, тем лучше. Открываем холодильник. Ага, у вас просроченный йогурт. Все. Пишем постановление, забираем детей в детский дом. Имеют право, да. Вот. И реально забирают. Если при этом это там вдова, у которой за три месяца умер муж, она кончает жизнь самоубийством. Реальная история. Иногда эти люди бегут в церковь. Иногда детей удается отбить. Но вы поймите, это бизнес на детях. То есть этих людей с точки зрения... Этим бизнесом занимаются чиновники, слуги народа. С точки зрения средних веков, вот людей, которые этим занимались, если вот корабль таких работорговцев захватывал, а военное судно, их всех вешали на реях. Вот их надо вешать на фонарях. Это вот я считаю самый гуманный подход, который только может быть. Потому что если их оставить, они будут продолжать. Потому что они считают, что они безнаказаны. Они считают, что ваши дети их собственность. Это их бизнес. Просто за тот факт, что у вас есть дети, вы им должны деньги. А те сотни миллиардов, которые в бюджете закладываются на разные социальные дела-то... Вы поймите, что значит они закладываются. Во-первых, они... Ну я же их вижу, там построчено, да? Во-первых, на социальные нужды закладывается не так уж много. Во-вторых, это вот смотрите. У вас заложено там полторы, там 35, 40, я не знаю сколько, не помню там точно, тысяч рублей на каждого ребенка в детском доме. Нет ребенка, нет денег. А есть ребенок, есть деньги. Ну и так далее. Подышевое финансирование. Да, а кроме того, это еще зарплата этих самых чиновников. Что вы так не любите чиновников? Если они бизнесмены. Я ничего не имею против чиновников. Я не люблю людей, которые торгуют детьми. А которые спину и рта доказывают сохранность бесплатного оказания медицинских услуг, бесплатного образования. Они вы как подобным людям относитесь. А я не очень понимаю. Я просто напомню, да, вчера Голикова с пеной у рта доказывала депутатам Госдумы. И они аж сразу во втором и третьем чтении за раз приняли скандальнейший закон об охране здоровья в России. Значит, всем было объяснено. Михаил, я сразу говорю, было объяснено, но я не знаю, как будет исполняться. О том, что никакой платности не будет. Что все ок. Ребята, не дергайтесь. Не дергайтесь. Я не знаю, где выборы, где послевыборные будут. А похмелье, да? Потому что в неофициальных разговорах те же самые единорусы. Я даже боюсь их цитировать. Что они реально говорят. Потому что они говорят, все, мы уходим в платность. Уходим в платность. В платное образование. Я говорю, ребят, а вы понимаете вообще, что вы делаете? Но это же будет потом. Я просто хочу, понимаете, я хочу скорее лезть. Есть государство. Достаточно персонифицированное. Это чиновники во главе с батькой. Мы это все-таки выяснили. Значит, на вопрос, есть ли для батьки писанные законы, вы мне так и не ответили. Но я надеюсь, что для ниже стоящих же есть какие-то правила и законы. Для депутатов? Какие же могут быть для депутатов правила и законы? Нет, а вот для той тетки, которая в собесе сидит, которая детей выщелкивает, для нее есть закон? Если вы ее сумеете заловить, то да, но вы ее заловить не сумеете. И так во всем в России? Конечно. Сегодня да. То есть это называется, в общем-то, трындец Российской Федерации. Ну, в некотором смысле, да. Но вы поймите, тут есть целая куча разных причин. Ну, например, одна из. Давайте пытаемся придать этому объективный характер. Ну, такой субъективный-то понятен. Я сижу в этой самой опеке. У меня зарплата аж 22 тысячи рублей в месяц. Выше средней по России, между прочим. И мой... Ну, в соседнем здании сидит человек на той же должности, но он отвечает за что-то там, за ЖКХ. И ездит на... Ну, пускай не на Rolls-Royce, а пускай на Mercedes. А я тоже хочу. Нехило-то. А я тоже хочу. Я одинаковый, в одинаковой с ним должности. Почему он на Mercedes, а я нужен гуля. Такая обычная россиянь. Тоже, Михаил, хотят жить вот так вот. Ему говорят, ты еще не заслужил. А как заслужить? Вот в России можно заслужить? Это вопрос сложный. Значит, смотрите. В чем беда России? В том, что у нас осталось социалистическое наследство. Мы привыкли, что у нас есть там социальное обеспечение. У нас есть какой-то уровень жизни. У нас еще мироощущение. Мы еще привыкли к ситуации, когда нам каждый год напоминали, что вот у нас уровень жизни вчера был 62% от США, а сегодня уже 64%. Вот все взрослые люди это помнят. Я понимаю. И в этой ситуации, ну, невозможно у нас ничего производить. Потому что у нас зарплаты, мы претендуем на зарплаты европейские. Ну, а уровень производства у нас сильно ниже. Мы в этом смысле с китайцами не можем конкурировать, у которых низкая заработная плата. Теоретически мы могли бы претендовать, у нас могло бы быть конкурентное преимущество. Значит, чего? Низкие цены на энергоносители, низкие цены на... Как это было в начале 90-х. Но я уж не говорю про СССР. Но мы же вступаем в ВТО. А первое, что написали нам европейцы по условиям вступления в ВТО, цены на уровень мировых. Значит, что получается? Мы не конкурентоспособны всюду. Единственный вариант какой? Довести всех до тотальной нищеты, чтобы были готовы работать за 150 долларов в месяц. Да ладно. Да я не верю. Это объективно. Они что, отмороженные, что ли? Вам же объясняли в Госдуме депутаты от Единой России. Теперь все платное. Вот вам, пожалуйста. Вам говорят, отлично. Но проблема в другом. В России, где был такой уровень жизни, в это время рождаемость была 8 человек. Ну, там, 6. А у нас сегодня один ребенок. Потому что есть уже правило. Ребенку надо дать образование. Если все платное, то все деньги пойдут на образование этого ребенка. На второго денег не хватит. И демографии не будет никакой. И вы никаким материнским капиталом в 10 тысяч долларов... Всегда было тяжело. Ну, Михаил, ну, всегда было тяжело. В разные времена были свои проблемы. Да ну что ж, не рожать теперь? Я прошу прощения. Рожать для кого? Чтобы тетки из-за пехи получали... Я прошу прощения. Как вы для себя можете родить? Если у вас... Вы поймите, вы живете в городе. В городе рождение ребенка — это резкое снижение уровня жизни семьи. Вы рожаете ребенка. У вас двое детей. Нормально. Всего-то двое. Нужно больше. И у вас, соответственно, тетки из Сабеса, я уж не знаю, откуда там, из опеки, приходят и видят, что у вас нет денег на адвока. И отбирают у вас детей. Потому что им за каждого ребенка платят. А не потому что с директором детского дома... Но это отмороженная система. А? Отмороженная система. Ну, это такое рабовладение. Вот мы туда идем стремительно. И выходы... А выход-то есть? А выход-то всегда один и тот же. Это как бы взрыв. Только не говори. Катастрофа. Вы так легко произносите... А что? Я просто вижу, куда все идет. Тренд-то я вижу. При этом это все произойдет не через 20 лет. И не через 10. Это произойдет много раньше. Потому что мы сегодня еще... У нас еще есть нефтяные доходы. А их не будет через три года. По разным причинам. Ну, там есть два варианта. Вариант первый. Падут мировые цены на нефть. Вариант второй. Цены на нефть останутся высокими. Именно зато будет бешеная инфляция по потребительским товарам. А мы их не производим. Из-за того, что мы хотим в ВТО. Ну и так далее. То есть, на самом деле, вся проблема состоит в том, что... Ну, представьте, что происходит в Греции. И там же абсолютно банальная ситуация. Та же самая, что и у нас. Только они... Мы живем за счет перераспределения нефтяных доходов. Они живут за счет перераспределения денег, получаемых от того, что они брали взаймы. Все. Но при этом еще, на самом деле, хуже. Потому что у них там до 70-х годов была какая-никакая внутренняя промышленность. У них была драхма, которая постоянно девальвировалась. И поэтому эта внутренняя промышленность была конкурентоспособна. Она производила товары народного потребления. Дальше они вошли в ЕС. Вошли, соответственно, в зону евро. Зарплату стали получать в еврах. Стали получать дополнительные деньги за счет того, что они брали кредиты в еврах. И в результате они стали покупать товары ширпотреба. Французские, немецкие, датские, швейцарские и так далее. Местная промышленность умерла. Сегодня стало понятно. Денег больше не дадут. Из зоны евро, скорее всего, выкинут. Если не сегодня, то завтра. И что они делают? Они приходят обратно на драхму, а товаров в драхме нет. Производить? А кто будет их производить? Для этого нужны инвестиции. Кто будет делать инвестиции в Грецию? Никто не будет. И это тотальная нищета. Тотальная. Возвращаясь к России, применительно к нам. Возвращаясь, применительно к нам абсолютно то же самое. Но только в Греции. А греки руководят страной. Я думаю, что они не отбирают у греческих семей греческих детей. А вот кто у нас руководит, я не знаю. А кто у нас руководит? Вы меня пугаете, Михаил. Михаил, вы меня пугаетесь. Я сильно подозреваю, что у нас у подавляющего большинства чиновников есть либо вид на жительство, либо гражданство от других стран. Вот вы там в Госдуме общаетесь, да? И вам анонимно говорят разные слова. А мне вот анонимно рассказывают следующее, что сегодня чиновники высшие, не низшие, а высшие, они между собой в разговорах, когда они начинают пьянство, говорят, а у меня гражданство такой страны, а у меня такой, а чего нам в крайнем случае улетит? Может, врут? Не знаю. Это же все проверяется, на самом деле. Не знаю. А как человек может занимать государственную должность, имея двойное гражданство? Кем проверяется? Или тройное гражданство? Бог бы ради, это может быть вид на жительство, которое никто не проверяет. Нет, вы смотрите, Михаил, Михаил Хазин на реальное время в Финам.фм, напомню, для тех, кто присоединился к нам, 65 10 99 и 6, код Москвы 495 и 3w.finam.фм, сайт в интернете, пишите, звоните. Вы с такой легкостью говорите о катастрофе? Меня эта легкость поражает. Но накроет-то медным тазом всех. Это казахский акын. Что вижу, то пою? Что вижу, то пою. Вот я что вижу, то пою. Ну, а выход-то какой? Не знаю. Ну, вот кроме революции. Кроме. Вот есть эволюция. Еще раз говорю. Вот пока мы идем напрямую к революции. Давайте смотреть, что мы видим сегодня. Я тут сподобился, приобщился, так сказать. Две недели тому назад, сегодня среда у нас, да, вот ровно две недели тому назад, был приглашен на встречу Дмитрия Анатольевича Медведева с общественностью. Ага, вы туда ходите. Расширенным правительством. Да, первый раз за 12, за 13 лет. Я туда попал, не знаю почему, но я, честно сказать, склонен считать, что знаю. Дело в том, что туда попригласили не экспертов, а медийных фигур. Я подозреваю, что я попал туда как медийные фигуры. Но дело не в этом. А дело в том, коей я на самом деле не являюсь в человеческом смысле, потому что у меня, ну как бы это сказать, нету интересов в этой сфере. Вот как бы я там, я в ней не работаю, я не получаю от нее денег. Ну и так далее и тому подобное. Началось это все с того, что я пытался объяснить, что есть альтернативный взгляд на теорию кризиса. Сегодня уже многие это знают, но сейчас вот как бы, условно говоря, трудно вырваться. Но дело не в этом, а дело вот в чем. Дело в том, что я же внимательно слушал, что там говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Я внимательно слушаю, что иногда говорит Путин. Он так очень аккуратно эту тему затрагивает. Но они очень не хотят, чтобы вот нынешнее, не будем называть это правительством, потому что это более шикарно, чтобы нынешняя бюрократия продолжала руководить страной в условиях кризиса. Они не хотят. Они этого не хотят. Михаил, неужели вы в это верите? Понимаете в чем дело? От самоснователя. Опять-таки, давайте объективно. Вот есть субъективные, а есть объективные основания. Значит, на протяжении 30 лет объем денег в экономике рос много быстрее, чем сама экономика. В результате у вас появилось колоссальное количество финансовых активов и колоссальное количество богатых людей. Сильно больше, чем нужно и чем можно. Если сегодня этот механизм закончился, а он закончился, то это означает, что, условно говоря, в мире из 10 богатых людей должно остаться максимум 2. И это экстраполируется также и на Россию. И это также экстраполируется на Россию. Я твердо убежден, что Владимир Владимирович Путин, как человек, ну я просто с ним был немножко знаком до того, как он стал президентом, не хотел быть президентом снова. Он мог рассматривать для себя разные варианты, например, спикера Госдумы. А я не верю в это. Вот я не верю. Это, еще раз повторяю. Понимаете, мне тоже эти роскости... Я высказываю личное мнение. Я общаюсь в кулуарах, да, во властных коридорах, не только на охотном бреду, да. И мне вот это вот тоже сливали, да так активно. Я высказываю личное мнение. То есть вы считаете, что Путин не хотел? Я считаю, что Путин не хотел. А что же заставило-то? Я объясню, почему я так считаю. Он же, когда он говорил некоторое время назад фразу про раба на галерах, она же у него не случайно... Которая деформировалась слегка в интернете. Она не случайно вырвалась. Дело в том, что работа, как бы это сказать, Путин не является фанатом власти. Так, 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 так. В том смысле, что вот есть люди, для которых сам факт власти окупает все остальные неудобства. Для Путина сама мысль, что он должен быть много часов на работе и подписывать громадное количество разных бессмысленных бумаг, она для него, это такая тяжелая психологическая нагрузка. Вот меня часто спрашивают, а почему ты не напишешь там книжку еще одну по поводу экономического кризиса? Ой, Михаил, не пишите. Я говорю, не могу. Я уже не могу заходить в книжный магазин. Там все спасают уже. Это невероятно тяжело для меня написать книгу. Вот у меня, я, как это, Чукчини. Ну, вы сегодня сравнили себя с Акыном. Да, ну вот, я как бы лучше что-нибудь расскажу. Байку какой-нибудь, анекдот там. Ну вот, а, так вот, почему он вернулся? А очень просто. Если у вас, вот смотри, вот у вас задача. Вы, есть четыре банка. Ну, там, два, пять, восемь, в принципе, несколько. Из которых должен остаться один. Ну, просто потому, что больше места нет. С точки зрения экономики абсолютно наплевать, который из. А вот с точки зрения частных интересов совершенно не наплевать. И этот вопрос может решить только первое лицо. Его невозможно решать, тайная власть, такой вопрос решить у него. Потому что нужна подпись под бумажкой. И что же, Дмитрий Анатольевич не мог справиться с этой задачей, если бы пошел на второй срок? Я подозреваю, что Владимир Владимирович решил, что он лучше разберется, кому жить, а кому умереть. Вот смотрите, хорошо. Вы так аккуратно объяснили возврат Путина. При этом, пять минут тому назад. Продолжай дальше. Вы сказали, мы катимся на всех парах. Давайте вернемся назад. Вот туда, в яму. Давайте вернемся назад. А вот теперь смотрите. Если у вас из десяти чиновников, у нас все чиновники богатые люди, должно остаться два, ну из пяти один, то как бы как они будут управлять? Они же вместо того, чтобы чем-то там заниматься, например, исполнять указания, да, они будут бороться за существование. То есть для него, для них, для обоих, вопрос состоит не в том, что придется этих чиновников убирать. Их все равно придется убирать подавляющую часть. Вопрос состоит только в одном. Как сделать так, чтобы при этом сохранить, ну чтобы это все не смело их тоже? Вот это главная проблема. А для того, чтобы не смело, необходимо менять что-то. Ну вот смотрите. А что? Мне сложно представить, человек 11 лет у власти, да? Он рулил под себя, это всем понятно. И теперь он станет кем? Реформатором? Вы понимаете? Он начнет мочить собственное дитя. Бытие определяет сознание. Крылотая высказывание. Он бы, может быть, ничего бы не менял. Вот как вы думаете, что произошло в СССР в конце 20-х, начале 30-х годов? Не знаю. Не жил тогда. Ну вот, вы знаете, есть такой историк Андрей Фурсов. Он такой человек интересный. Многие с ним не согласны. Но у него есть очень интересная мысль. Одна из. Которая стоит в следующем. Что в истории России было несколько моментов, когда глава государства, причем глава такой длинный, то есть у него не был четко ограничен срок его пребывания у власти, неожиданно столкнулся с ситуацией, когда он обнаружил, что правила игры определяет некоторый клан, очень мощный, и этот клан не хочет ничего менять, а ситуация требует изменений. И он понимает, что единственный способ этот клан уничтожить. Значит, истории было несколько. История первая, когда это произошло, это клан, это Рюриковичи, а человек, который хотел изменить, Иван Грозный. Иван Грозный придумал опрични. Ну, собственно, опрични это старый прием. Он в истории повторялся очень много раз. И проиграл. Потом с большим трудом его концепцию удалось победить, соответственно, там, Борису Годунову частично. Но и то, дело кончилось с мутой. Ну, правда, тут природа вмешалась, потому что Борис Годунов от инсульт умер довольно рано. Значит, потом с этой же проблемой столкнулся Петр Первый. На Западе уже началось новое время, технологический прорыв, а у нас сидели бояре, которые ничего не хотели менять. В следующий раз эта ситуация повторилась при Сталине. Сталин понимал, что если ничего не изменить, то это будет катастрофа, там, через 5, 8, 10 лет. Для всей страны в целом. Михаил. И сегодня эта ситуация повторяется. То есть вы хотите сказать, что Путин начнет в 1923-1925-м? Да вы поймите, 1937-й год начал не Сталин. 1937-й год это результат обострения противоречий объективных. Так. И вылилось это. Если это экстраполируемо на сегодняшний день, это означает... Если вам из 10 чиновников должно остаться 8. 8. Ну то есть он начнет мочить. Я правильно понимаю свою команду? И они друг друга начнут мочить. А он будет в сторонке стоять? А он сначала будет стоять в сторонке, а потом ему придется возглавить тех, кто побеждает. Ну как? И это спасет страну от катастрофа? А этого я не знаю. Или вы уходите? У Ивана Грозного не получилось. У Петра Первого получилось плохо. Но что-то получилось. Понимаете? Единственный успешный вариант это Сталин. Меня это не радует. Ну там радует, не радует. Еще вторая история. Она вот объективна. Она вот такая. Ну еще хорошо. У Бориса Годунова получилось бы, если бы он не умер. Ну и будем считать, что... Вот у Владимира Владимировича есть выбор. Борис Годунов или Сталин. Выбирайте, кто вам больше нравится. Михаил, наивный романтический вопрос журналиста. А где демократия в этой системе координат? Я по ней не понял. А что такое демократия? А в Конституции она прописана. Я не знаю, что это такое. Вы не знаете, что такое Конституция? Нет, конечно, что такое демократия. Отказываетесь в демократии. Я вообще не знаю, что такое демократия. Он приходит, голосует, выбирает. Я не очень понимаю. Где это он выбирает? Но 4 декабря у нас что будет? Покажите мне страну, а то народ выбирает. Хорошо, скажи мне, что у нас 4 декабря будет? Как вообще народ может выбирать, если он не понимает вообще, что происходит наверху? Ни в одной стране никогда в истории. Ну не бывает такого. Не, ну подождите. Ну сейчас вы обвинили народ в тупости, поменьше. Ну вы поймите, ну вот как работает система на Западе? На Западе существует... Вот как она сейчас работает? Я с ней буду говорить там про конец 19-го, начало 20-го века. Это отдельно. Как она работает сейчас? Существует группа лиц, которая составляет там от 30 до 70% населения, ну до 60, которая называется средним классом. Это люди с типовым потребительским поведением. Им через рекламу втюхивают, что покупать надо айфоны, айпады, ну там, республиканскую партию или демократическую партию. Ну попробуйте объяснить американцу, что коммунистическая партия или какая-то другая. Лучше отражайте его интересы. Ну ладно, бог с ними, вот с этими американцами. Они меня в меньшей степени интересуют, а меня вот и Россия идёт. То есть демократии нет? Ну конечно нет, её не бывает и не было никогда. На самом деле, может быть, в некоторых, очень старых, даже не греческих, а более ранних, городах государств, в которых, условно говоря, жило 3000 человек, они могли прямой демократии что-то решать. Ну я с вами, конечно, не соглашусь, никогда не соглашусь. Я всё-таки считаю, что народ выбирает. У народа интеллект есть, в конце концов, они башкой думают, а власть задницы периодически. У нас в Конституции написано, что каждый человек имеет право избирать и быть избранным. Идите, изберитесь. Но кто-то же сидит там. Даже в СССР человек мог пойти и сказать, я хочу быть депутатом. Его бы не избрали, но он мог хотя бы выдвинуться. Михаил, кто сидит на охотном ряду? Кто тогда сидит? Идите, сколько надо заплатить Единую Россию, чтобы тебя включили в списки? Я не знаю. А вам в куларах не говорили? Нет, я не интересовался. Мне не нравится. Вот видите, вам даже не интересно, вы понимаете, все бессмысленно. Так вот, еще раз повторяю. Но другие торвутся. Это тоже нарушение. Ну, видимо, у них есть. Бизнесы защищают. Видимо, у них есть, чем платить. Ну, ответьте на мой все-таки вопрос. А 4 декабря в России что тогда будет? Что это за день-то будет? Вот который сейчас пафосно анонсируется, как день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Ну, Бугороди. Ну, будет шоу некоторое. Нет, с точки зрения здравого... Слушайте, ну, фактически возвели Путина в монарха такого. В чем здесь монарха, не монарха? Монарха, это, я прошу прощения, помазанник божий. У нас, начиная с Николая II, никто никого не мазал. Поэтому монархом он быть никак не может. Люблю я общаться с Михаилом Хазиным. Значит, 65, 10, 99, 6. Потому что, вот видите, мы куда пришли. Это реальный разговор в реальном времени. Участвуйте в нем. 65, 10, 90. Это реальный разговор. Понимаете, мы же говорим, как оно все есть на самом деле. Да, вот. И при этом, оно же так везде. Это же не значит, что мы какие-то там изверги рода человеческого. Вы попробуйте, как бы, в Европе где-нибудь. Вот обратите внимание, классический пример. Хайдер в Австрии выиграл выборы. И весь Евросоюз сказал, что если он, вы его выдвинете лидера победившей партии, выдвинете в канцлеры, мы вас... Ну, это что? Это демократия? В Австрии Хайдер выиграл мнением народа. Значит, я выразил свою позицию. Я не согласен с Хайзином. Мы здесь с Михаилом расходимся. Я не осуждаю. Просто мы каждый остается. Да, потому что я считаю, что Путин не божитель даже и не помазанник. Здесь мы с вами едины, да? Мне не нравится то, что он будет рядом там где-то над под или где-то в схватке, да? Вот мне на это... Вот, понимаете, это человек... Знаете, власть не дают. Власть берут. Вот нравится это кому-то, не нравится. Он власть взял. Ее никому пока не отдает. Вот может нравится или не нравится его политика, а нравится, не нравится сам Путин, если будет как бы кто-то такой умный, пускай вот пойдет и возьмет у него власть. А я на него посмотрю. Это Михаил Хазин. И реальное время на Финам.ФМ 651099.6 и 3w.finam.фм Средства коммуникации нашей радиостанции. Начинаем интерактивную часть. Вечер доброго в эфире. Алло. Добрый вечер. Как вас зовут? Андрей Москва. Да, Андрей, пожалуйста. Ну, город Москва зовут Андрей. Всегда забавно слушать господина Хазина. Не то, что забавно, интересно и ужасно, страшно. Поэтому вопрос такой. Ну, кто виноват, понятно. Что делать, господин Хазин? Кто виноват, кстати, очень интересно. Я, например, не знаю, кто виноват. Но что делать? Понимаете, на этот вопрос нет ответа. На этот вопрос вообще никогда нет ответа. Потому что существует множество вариантов решения. Одни говорят, давайте будем добиваться большей либерализации и большей демократизации. Другие говорят, наоборот, давайте введем наследственную монархию. Еще там, ну, там, одни говорят, давайте вернемся к христианским традициям. Другие говорят, давайте введем ислам. Еще раз повторяю, людей много, мнений тоже много. Но в процессе кризиса обычно мнений остается сильно меньше. Вот в 1917 году мнений было невероятное количество, особенно летом 1917 года. А уже году к 19-му уже были четко понятны две позиции. Тебе могла не нравиться позиция красных, могла не нравиться позиция белых, но выбор был такой, либо туда, либо сюда. Да, я хорошо это понимаю, потому что у меня, как бы, половина моих родственников была на той стороне, а половина на другой. Применительно к нынешней ситуации, ты за Путина или ты против Путина? Ну, о чем здесь Путин? Ну, вы мне простите, пожалуйста, летом 1917 года было много выборов, но, как бы, главным был Керенский. Кто бы в 19-м году помнил, кто такой был Керенский? Это вы на что намекаете? Я ни на что не намекаю, я просто говорю... Через какой-то промежуток времени. Через какой-то промежуток времени нам придется обнаружить, что есть несколько, две, ну, максимум три позиции, три силы, которые более-менее кристаллизовались. И вы должны выбрать одну из этих трех. Путин может быть в рамках одного из этих путей, он может уйти в знак протеста, может еще что-нибудь произойти. Но вот выбор будет именно в тот момент. Слушайте, я представил, Путин уходит в знак протеста. О, мне нравится это. Вот это мне нравится. А вот, по вашему мнению, выкристаллизовываться из чего будет? То есть, вот что будет с ремяжной-то основой? Из жизни. Ну, хорошо, одна линия будет понятна. Возвращаемся к коммунистическим идеям. О, вполне реально. Другая, почему? Вполне реально. Сейчас нереально. А через пять лет, когда весь мир будет в экономическом хаосе, почему нет? Вторая? Вторая это построение общества. Ну, как бы, понимаете, вообще сегодня, одно очевидно. Общество либеральное, западное, это общество, построенное на наживе. То есть, цель это нажива, корость, да? А совершенно очевидно, что это общество разрушается, я уж не буду влезать в детали, значит, остается альтернатива, это справедливость. Справедливость сегодня бывает трех базовых видов. Она бывает религиозная, значит, христианская, исламская и так далее. Христианство не тянет сегодня явно, ну, просто активность не та, значит, ислам. И, собственно, мы видим активное движение ислама. У ислама имеется одна слабость, она состоит в том, что это силы не индустриализируя моя. То есть, они не в состоянии поддерживать сложные системы разделения труда, поэтому, если ислам побеждает, мы откатываемся. Скорее всего, это связано тем, что у них вот в систему догмата включена экономическая модель девятого, восьмого века, да, вот они вот так вот и живут. А вторая система справедливости, это система справедливости социалистическая. Ну, то есть, грубо говоря, эксплуататоров к стенке, банки все национализируем, потому что они отнимают сильно, это даже Обама у нас говорит, что банки берут слишком много. Ну, и дальше. Эта система вполне себе индустриализируемая, что мы хорошо видим по СССР. И, наконец, третья справедливость, националистическая. Я склонен считать, что в Европе, например, все вернется к их истинно европейским ценностям 30-х годов, когда от Балтийского моря до Средиземного были сплошные фашистские режимы. Одна только Чехословакия выделялась. Вот. Вот это вы картину маслом нарисовали. Что будет у нас, я пока не знаю. Теоретически у нас могут быть в разных частях страны разные системы. Теоретически ничего не мешает исламскому по культуре и по, как бы, ценности обществу принять социалистическую систему регулирования экономики. Ну, грубо говоря, они вот в экономической части все свои, там, шариаты немножко отменят. А примут социалистическую, ценностная база совпадает. Теоретически можно то же самое сделать на базе христианской. Система, но, опять-таки, христианство слабовато. Оно сейчас не проявляет надлежащие активности. Вот еще раз, Михаил, вот вы о легкости говорите, там, о катастрофах, о фашистских режимах, там, о том, что нас там постигнет через пять лет, и о том, что Сабесовские эти тетки, да, забирают детей. И, тем не менее, вы идете на встречу с Дмитрием Медведевым. И, тем не менее, вы его слушаете, и, тем не менее, приходит к выводу, что эти два персонажа, да, как минимум, хотят что-то изменить. Понимаете, в чем дело? Или не допустить дальнейшего правления нынешней бюрократии. Понимаете, в чем дело? Вот смотрите, вот вы, ну, для примера, вам, как бы, вы девушка 18 лет. 17 лет. И вы пошли на выпускной бал, там, в белом платье, с прической, еще чего-то. Так, так, я вас жду в финальной развязке. В этот момент ливень, который вам испортил и прическу, и платье, и все, в усмерть, убил. Вам это может нравиться, вам это может не нравиться. Но, как это, бессмысленно жаловаться. Еще раз повторяю. Я в данном случае выступаю, как Акын. Казахский. Я смотрю на ситуацию. Мое мнение может быть известно, Медведеву или Путину, может быть неизвестно. Но на их поведение оно окажет мало влияния. И по этой причине я просто смотрю и делаю некоторые выводы. При этом я исхожу из того, что если я их буду делать правильно, то эти выводы поддерживает достаточно большое количество людей. И тогда ситуация может начать меняться. Это Михаил Хазин. Реальное время. Финам.фм. 65 10 99 6. Финам.фм. Наше средство коммуникации. Звоните. Пишите. Степан из Новокузнецка пишет. Спросите у Хазина, что будет с миром, мировой экономикой в 20-х годах. Прогноз. Пожалуйста. Слишком длинный прогноз. Не берусь. 5-8 лет мы будем падать. Временной лакции имеется в виду. 5-8 лет мы будем падать. То есть мы окажемся в некотором минимуме экономическом, депрессивном. Как он будет выглядеть, вопрос очень сложный. Потому что я не знаю, как себя будут вести власти. Они будут вести себя. Они иногда себя ведут адекватно, иногда неадекватно. Ну, смотрите, ну кому в Европе два дня тому назад могло в голову прийти, что Папандрео возьмет и объявит референдум? Удивил. Георгиас, как сказал Николай Сарказин. Удивил. Может быть. Ему подсказали, как это сейчас принято говорить, старшие товарищи. Из-за океана. Может быть. Он решил не ставить крест. Он еще относительно молодой человек. И судьба Горбачева ему не очень нравится. То есть когда-то как бы лютая ненависть всего человечества. Знаете, ну ладно, сейчас уж не будем переходить на личности. Я знаю несколько людей, которые были искренне убеждены, что они, ну как бы, носители новой идеи, новой мысли. И они, безусловно, будут президентами России. Причем президентами России в рамках, как бы, народной любви. И когда они обнаружили вместо этого лютую народную ненависть, это для них стало очень тяжелым ударом. Я буду молчать. У нас не так много. Либо мы сейчас еще один час проведем с Михаилом Хазиным. А там следом идет другая программа. Добрый вечер, вы в эфире, Али. Алло, здравствуйте. Вот лично для меня сегодня очень интересная программа. Как вас зовут? Подождите, как вас зовут? Извините, Николай из Москвы. Да, пожалуйста. Вот, собственно, мы просто с моим старшим братом часто спорим на эти темы. И вот он лично, он чаще слушает Михаила Хайзена, просто читает блог, ну и так далее. А это вас. Просто сложилось, не без обид. Вот. И значит, я хотел бы задать такой вопрос Михаилу. Вот, что лично он собирается делать в этой ситуации? Потому что я для себя вижу путь либо эмиграции, либо революции через 5-6 лет в России. То есть непосредственно. Но вопрос, кому мы нужны там, за рубежом. Даже хоть кто еще хороший специалист. Да, спасибо, Николай. Уезжать я не планировал никогда. Вообще никогда. Это моя страна, я в ней буду жить. И по возможности буду делать все, чтобы жизнь в ней стала лучше. Уберите бумажку из рук в эфире. Что касается революции, то сие от меня не зависят. И от вас. Я еще мало от кого. Это как бы такие более глобальные движения. Но если она произойдет, значит, нужно будет что-нибудь делать. Ну вот, собственно, все. Но сваливать не собираетесь? Но что-то может вынудить? Какая-то причина? Ну очень, я себя с трудом представляю. Я знаю людей, например, которые эмигрировали из-за того, что у них был больной ребенок, и здесь его нельзя было вылечить, а там можно. Тут как бы вопросов нет. У меня на самом деле нет вопросов и к любым людям, которые принимают подобные решения, потому что жизнь одна, и ее надо прожить, а не просуществовать. В конце концов, если мы с вами решаем здесь жить, то мы и живем. А если они решили уехать, то имеют на то человеческое право, полное причем. Ну вот я очень мало знаю людей, которые, уехав туда, оказались счастливы. Успешные, да, знаю некоторых людей, но счастливы нет. Наверное, соглашусь. Да, у меня за эти полтора года уехало 7 человек, очень близких мне. Я не могу... Они успешны. Они были здесь успешны, они и там успешны. Но, как мне сказала одна из моих давних подруг, ностальгия снится. То есть вот поймите важность этих двух всего слов. Неморя куда эмигрировать еще, понимаете? Если вы эмигрируете, условно говоря, в деревню где-нибудь на Сицилии или в Греции, то вы там можете вполне себе найти людей близких по духу, вот как бы именно по-русскому, но там вам будет скучно. Ну, тем, кто живет в Москве. Вот. Я говорю, что мой опыт, у меня просто был такой смешной опыт, я в течение двух недель был сначала на Сицилии, а потом Бальцана на севере Италии. На Сицилии я общался с крестьянами, а Бальцана с миланскими адвокатами. Ну, это просто небо и земля. То есть сицилийские крестьяне у меня в течение пяти минут объяснили все про экономическое положение, про экономический кризис, что будет, кто пострадает и т.д. и т.п. Реально. Конечно, они объясняли своими словами и как бы в рамках своего понимания. Там они, я думаю, что слово США не слышали, а там какую-нибудь Малайзию не слышали. Или, может быть, даже Китай не слышали, им это неинтересно. Ну, что вы скромничаете? Вы, как вы мне сказали перед эфиром, вы не так давно вернулись из какого города? Из Вашингтонской. А, соответственно, Бальцана эти адвокаты, они просто увиливали отчаянно, чтобы ответить на любые да самые простые вопросы. Да, я, в конце концов, не выдержал, рассказал им, пересказал им то, что мне рассказали крестьяне сицилийские, на что получил ответ с такой злобной, с явной злобой, что все, что южнее Рима, это Африка. А это Михаил Хазин. В реальном времени, добрый вечер, вы в эфире. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вячеслав, меня зовут. Да, коротко, если можно. Да, совсем коротко. Мне вот показывают, у вас тут были буквально позавчера, по-моему, да, правозащитники наши великие очередные, да? И вот мне так показалось, что очень много людей думают так, Хазин реально в здании. Ну, так, по-хорошему. Тем более, вы говорите, что народ у нас умный. Да, я в этом убежден. И Михаил Хазин меня в этом... И никто не переубедит меня в этом. Да, я вот просто, я хотел по-точерам сказать, поэтому хотел бы спросить у Хазина, что он думает по этому поводу. Мне кажется, что вот эти люди, которые сейчас объявляют себя борцами за свободу, просто люди не верят им, в первую очередь, а не потому, что любят Путина, как бы, да, и такая молчаливая поддержка идет. Просто эти люди никак не могут выколесоваться, я так понимаю, в каких-то лидеров и каких-то серьезную какую-то силу, куда можно было бы обратить свой взор людям, которые все и так понимают. Да, спасибо. Ну, я даже не знаю, что на это сказать. А по поводу правозащитников у меня, соответственно, ответ простой. Вот сейчас появился новый критерий, да, в Ливии представители, так сказать, пронатовского и прозападного, сторонники свободы и демократии, ПНСа, раскопали могилы грудных внуков Каддафи и их головами играли в футбол. Вот я считаю, что правозащитник тот, кто в Европе будет против этого протестовать. Вот если человек против этого не протестовал, значит, он не является правозащитником, а отрабатывает жалование. Если он отрабатывает жалование, я предпочитаю разговаривать с тем, кто ему платит, а не с ним. Его мнение меня не интересует. Согласен полностью. Защита, правозащитная деятельность должна осуществляться вне границ. И там, где нарушается закон, там, где нарушается право человека, правозащитники должны работать. Но это тема другого разговора. Если надо, будете требовать. Приглашу Михаила, и по этому поводу пообщаемся. Пару звонков, не больше, еще у нас время осталось. Добрый вечер. Алло. Как вас зовут? Меня зовут Антон, Московский область. С Михаилом не совсем согласен. Мне он напоминает тех людей, которые соглашаются о всем, что все ужасно и плохо. Но вот, знаете, другой альтернативы нет. То есть никакого конструктива не предлагают. В отличие от многих господ, того же легендарного Навального, который говорит, ребята, дергайтесь, делайте что-то, пинайте, пишите прокуратуру. То есть как-то надо что-то делать. Ну, рожайте детей, в конце концов. Вот здесь, Юрий, я с вами согласен. Да, я призываю всех, рожайте детей. Вот меня часто за это критикуют, особенно после вчерашней программы. Вот я сегодня в ЖЖ написал два по этому поводу поста. И очень жестко говорю, рожайте. И здесь я с Хазином опять не согласен. Эту тетку из Сабеса, спасибо, выкинуть ее за дверь, да, и не пускать. Но это тема другого разговора. Она приходит с полицией. Давайте не будем. Она приходит с полицией. Если вы пытаетесь ее выгнать, то вас арестовывают на... Значит, мужик должен пойти на вторую и третью работу. Вот и все. Дама, жена должна заниматься детьми, а он должен пахать. Тут есть тонкости. Да, это тема другого разговора, но все-таки по поводу конструктива. А что касается конструктива, вы знаете, я, в общем, конструктив, у меня много есть разных способов выразить свой конструктив, и я много чего вообще-то делаю. Просто те люди, которые слушают ток-радио, они как бы этого не видят. Михаил, ну вы скажите сейчас. Вот у нас минута 15. Вот какой конкретный конструктив? Да все что угодно. Во-первых, нужно, соответственно, вот против этих теток активно протестовать, в том числе подавая в суд. Но только это нужно делать. И подавать в суд нужно не только тем, кто пострадал, но и всем остальным. И выступать тоже нужно. Я вот этим занимаюсь. Я вот тут сижу у вас и выступаю, к слову сказать. Вообще у меня работа есть. Я там занимаюсь антикризисным консалтингом. Если считаете, что это не нужно, я считаю, что это нужно. Ну не обижайтесь на Антона. Он просто хочет, что услышит, да, консалтинг? Леша Навальный приходит и говорит, пинайте ей, да, пинайте. Надо делать административную реформу. Принципиальную, радикальную. Можно ли ее сделать? Можно. Соответственно, были ли у меня по этому поводу предложения? Были. В 2000 году, в 99-м и 2000-м, я много чего на эту тему описал. Сегодня я не пишу, но не потому, что мне нечего сказать, а потому, что я вижу, что нету на это запроса. Вот в той части, когда я вижу запрос, почему я пошел навстречу с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, чтобы услышать запрос. Запрос там был, да. Вот в рамках этого запроса я что-то могу сделать. Ладно, к сожалению, наше время завершилось. Михаил, мне всегда приятно с вами общаться, потому что разговор выносится просто в такие области, которые я даже и представить в самом начале программы не мог. Известный российский экономист, человек, который, в общем-то, всегда поражает своим стойческим, таким личностным мнением. Михаил Хазин был сегодня у нас в реальном времени на Финам.ФМ. Далее новости. Ну а через час жду вас в сухом остатке.